Украинские силовики раскрыли схему, как Российская Федерация маскирует своих военнослужащих, перебрасывая их воевать на Донбасс. Об этом на брифинге в Киеве рассказали глава СБУ Василий Грицак и руководитель Госпогранслужбы Виктор Назаренко, сообщает предслужба СБУ. По информации ведомства, военнослужащим Российской Федерации предлагают проходить службу в незаконных вооруженных формированиях, так называемых ДНР и ЛНР. Обещают тройное денежное вознаграждение. У солдат отбирают документы, которые могут идентифицировать их как действующих военнослужащих России – паспорт, военный билет и жетон. Подписывается документ о неразглашении факта прохождения военной службы на территории Украины, проводится инструктаж о запрете ношения опознавательных знаков, указывающих на принадлежность к вооруженным силам Российской Федерации. Пересечение границы, которая контролируется незаконными формированиями, осуществляется чаще всего в ночное время, сообщают в СБУ. На территории Украины российские военнослужащие в целях конспирации выбирают себе вымышленные фамилии и имена. Представители службы безопасности Украины опубликовали видео, где задержанный сотрудниками СБУ мужчина сообщает, что он начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения из Российской Федерации. Мужчина должен был поставлять боевикам незаконных вооруженных формирований оружие. По его словам, на Донбассе воюет около двух тысяч кадровых российских военных. Из Российской Федерации ребята едут, они добровольцы? Ну, в каком смысле? То есть, ведь вы говорите, и мы-то знаем, что это все-таки в приказном виде происходит. То есть, есть приказ, и вы едете в командировку. Это как командировка. Единственное, что есть прошление... Они не отправляются в командировку, и командировочных за это не платят. А ты официально назначаешься на Донбассе в 12-е командование, в город Новочеркасск. Войсковую часть такую-то. А когда прибываешь туда, тебя ставят перед фактом, что ты не будешь в Новочеркасске проходить службу. Ты будешь проходить ее или в ЛНР, или в ДНР. То есть, вас ставят перед фактом, по сути, без согласования. До этого это ничего не разглашается. Все, что связано с Украиной, это все очень серьезно засекречивает. Вы видели много таких ребят, вот, ваших коллег? Ну, да. А как вы считаете, в общем, много? К россиян. Ну, поход службы просто. Ну, на ход станет. Ну, конечно, много. Я считаю, если взять все вместе, ДНР, ЛНР, порядка тысячи, две-три будет. В Дзержинске, освобожденном год назад от оккупации, на обыкновенную аналоговую антенну можно поймать телеканалы из России и территорий подконтрольных незаконной организации ДНР. Здесь можно увидеть и первый российский телеканал ОРТ, Новороссию ТВ. О том, что смотрят местные жители, узнавали журналисты ОТВД. То есть это обычная, вот, это юниор... Это Макеев, когда мы юниором. То есть это обычная антенна у вас стоит, да? Обычная польская антенна. Причем, при этом, в сторону Константина. Ага, вот первый республиканский. Как его следует голосовать во время рассмотрения проекта инициативу Малайзии поддерживать... Да-да-да. Это РТР, по-моему. Планета, по-моему. Да. Яшу. Звезда. Звезда, да. Ну, то есть ни одного украинского канала нету. Нету. О, Новороссия ТВ латынцев. Ну, подождите, это председатель Ворошиловского района. Райсовета Донецка, да. Но сейчас он председатель Ворошиловской оккупационной районной администрации. Да. То есть это вы бесплатно все можете смотреть? Да, это все спокойно можно смотреть. Но ничего не смотрят. Ну, это ж... А кабельное телевидение у вас здесь есть вообще в городе? У нас нет здесь. А в городе? В городе есть. Это на Магайташках. Там есть украинские. Это экономика? Там украинские каналы есть, а российские те, которые запрещались. Вот таким вот Макарием. Из личного состава сотрудников ГАИ Донецкой области в Мариуполе аттестацию не прошли 20% работников. Из числа инспекторов патрульной службы – 14%. Об этом сообщают в департаменте госавтоинспекции. 79 людей из особого состава, або 20%. Если говорить безусловно за работников ГАИ Донецкой службы, то это 41% работников, або близко 14% не прошли аттестацию. Хочу сказать, что это только верхняя часть айсберга, поскольку это первый фильтр.